Привет, мои дорогие друзья! Ну что ж, наконец-то я дождался все-таки этих монет. Я как-то несколько месяцев назад случайно их увидел в интернете, когда искал, уже не помню там что, какую-то информацию о каких-то монетах. И вот свершилось. Благодаря моему видео на ютубе, кто-то приобрел эти монеты, привез их и я их приобрел. Значит, что могу рассказать в двух словах об этих монетах? Тираж неизвестен. Заявлено, что Банк Канады будет чеканить эти монеты до конца года. То есть, сколько их там, ничего не ясно. Дальше еще одна информация из источника. Это комментарий моего подписчика на моем канале о том, что якобы это первая монета в серии. Есть перспектива продолжения каких-то монет. Также это первая монета Канады, которая мне лично очень понравилась. Дело в том, что она сделана очень необычным и очень интересным способом как бы сам именно рисунок. Поговорим в этом видео о минусах и плюсах этой монеты. Также мне интересно будет обязательно ваше мнение в комментариях. То есть, что вы скажете, стоит ли приобрести такую монету или нет. Стоит ли за нее побороться на аукционе или нет. Я себе приобрел только две монеты. Больше я просто не нашел. То есть, было бы больше предложений. Может быть, я бы и приобрел больше таких монет. Ну и вообще, в целом, зачем я приобрел эти монеты? Начнем с того, что самое важное, это как она выглядит. Сейчас я достану ее из этой упаковочки и покажу вам повнимательнее, чтобы вы рассмотрели. Вот я ее достал из этой упаковочки. Я думаю, что это первое видео вообще на ютубе этой монеты. То есть, реально именно видео. Значит, идеально зеркальное изображение самой рыбины, косатки вот этой. Изображение создает эффект такой, что вы как будто бы смотрите в некий иллюминатор надводного средства или подводного средства. И вид у вас, видите, как под водой и над водой. Видимо, очень близко, не сильно фокусируется объектив. Ну вот так, может быть, чуть получше. Изображение просто настолько великолепное и настолько живое, что не передается словами. То есть, очень красочно, очень круто передали самую важную информацию. Значит, толщина монеты очень прикольная. Я буду искать теперь капсулы. Значит, монеты поставляются такие без капсул. Номинал 10 долларов. Елизавета вторая. Ну и стандартные изображения самого портрета, именно канадская. Канада только делает такое изображение портрета. Тоже полированное изображение лица. Ну и здесь полированное изображение самой косатки. Все остальное в очень необычном таком структурном рельефе, скажем так. 2019 год. Две унции серебра 999 пробы. Даже 4 девятки. Из минусов этой монеты сразу, значит, есть перспектива появления молочных пятен. Либо же вот это вот места такие. И это на канте своего рода монеты поставляются в тубах. То есть в такие пластиковые тубы. И в них они там, видимо, болтаются, пока транспортировка происходит. И вот по кантикам возможно идут вот такие вот легкие как бы стуки. То есть монеты стучат друг об друга. И поэтому есть такая вот вероятность, что именно из-за этой транспортировки монеты слегка чуть-чуть портятся по кантикам. В целом молочных пятен пока я не наблюдаю на монете. Но есть одна как бы деталь. Я вроде бы как нашел способ избавления от молочных пятен. Ну, я сейчас провожу экспериментом. У меня монета, так сказать, сохнет. Ожидаю, что будет. И возможно, я обязательно покажу вам этот способ. Ну, или как минимум расскажу об этом способе. если он пройдет удачно. Потому что я сначала провожу эксперимент, ожидаю время, смотрю, наблюдаю. Если все меня устраивает, то есть метод рабочий, я тогда о нем могу что-то рассказать. Само изделие выполнено так своего рода не в форме тарелки, но как бы рыбина немножко как бы вовнутрь вдавлена. Вот такой вот эффект чеканки из-за этого создается такой объем самой косатки. Ну, потрясающе вообще. Вот если смотреть, вглядеться в изделие, ну, оно реально очень-очень красивое. Значит, перспектива. Что касается цены. Поехали. Значит, две унции я приобрел сейчас. Получается за сейчас скажу сколько. Получается за во значит, получается я сначала просто не то посчитал, поэтому что-то решил уже говорить, а потом понял, что не то посчитал. Значит, 64 доллара мне обошлась одна вот эта монета. 64 доллара даже 20 центов, грубо говоря. В гривнах это примерно умножить на 23 и 15 в среднем это 1486 гривен обошлась мне монета вот именно эта двух унцовая. То есть, разделить если на 2, то у нас получается 743 гривны одна унция обошлась. Орхистротик Михаил сейчас стоит в банке у нас где-то в районе там 580, грубо говоря, гривен. То есть, минус 580 я переплатил 160 гривен относительно архистротига. Но, если разглядеть изделие архистротига и изделие это, ну, небо и земля. Архистротиг не меняется на протяжении уже тысячелетий, а эта монета совершенно новая и очень необычным, ну, с очень необычным дизайном, плюс есть какая-то перспектива продолжения как бы монет в новых сериях. Ну, как бы, возможно, какое-то другое будет исполнение. Ну, будем смотреть, как говорится. Но суть даже не в этом. Дело в том, что получилось мне 743 гривны, это у нас 743 гривны, да, разделить на 23.15, это унция, вышло 32 доллара. Значит, банк в среднем продает унцию Архистротига, грубо говоря, там по 25 долларов, 22-25, там гуляет от курса, зависит. Дело вот в чем, что если же эта монета не наберет активное участие коллекционеров, то есть она не привлечет внимания именно коллекционеров, то есть или собирателей монет, потому что у меня был спор с моим знакомым хорошим, он мне доказывал, что собирательство инвестиционных монет, это не является нумизматикой, нумизматика это является только то, что то есть собирают люди только то, что являлось реально расчетными деньгами, то есть деньги, за которые вы могли купить какую-либо продукцию в магазине и так далее, зарплату в чем вы получали и тому подобное, а это грубо говоря собирательство серебряных кружочков, не более того, но даже если так условно, 32 доллара за унцию, то есть умножить на 2, здесь у меня 64 доллара, я заплатил за эту монету, с точки зрения инвестиций есть перспектива где-то через несколько лет, по моим прогнозам, вот как вот я себе вот для себя картину вижу с точки зрения инвестиций, то есть грубо говоря, когда начнется кризис, то есть произойдет крах экономик, начнется жопа, все подешевеет, я думаю, что металл еще больше подешевеет, самое главное, чтобы переждать и пережить этот кризис, значит, первое, у вас должен быть финансовый запас прочности и возможность продержаться, то есть как только закончится кризис, экономика и все начнет расти, в этот момент, как правило, серебро и золото начинает дорожать, и вот по моим прогнозам, есть перспектива, что серебро может дойти до 60 долларов за унцию, за одну унцию, и таким образом, так как в этой монете две унции, 4 девятки проба, то учитывая, что я вложил 64 доллара просто купив эту монету, я ее смогу продать в ломбард, или же ювелирам, или же еще кому-либо, кто будет заниматься скупкой на тот момент серебряных монет, примерно за 120 долларов, грубо говоря, если по 60 долларов за унцию, и того можно будет заработать 55 долларов на этой монете, при условии всех вышеуказанных факторов, которые, возможно, должны произойти, но, если этого не произойдет, а может произойти кое-что другое, а вдруг эта монета настолько станет интересной коллекционерам, или так называемым собирателям серебряных кружочков, то, возможно, у нее перспектива и будущее гораздо больше, то есть, из-за ее, допустим, какой-то ценности среди коллекционеров, есть перспектива, что монета может подорожать в разы дороже, но это все как раз выдержит именно время, то есть, время покажет, в любом случае, нужно ждать, чтобы, продав, заработать на металле, и в любом случае, нужно ждать, чтобы понять, интересен ли будет этот материал для коллекционеров, то есть, как бы там ни было, это именно и являются инвестициями, потому что ты вложил деньги и ждешь, и самое интересное в том, что они могут подешеветь, эти инвестиции твои, то есть, ты, грубо говоря, вложил 64 доллара, а серебро может обвалиться условно до 12 долларов за унцию, так вот, в этот момент паниковать нельзя, а необходимо использовать дополнительный резерв денег и докупить еще монет серебряных по 12 долларов, таким образом, вы сократите свой вход, то есть, финансовый вход в металл, и когда у вас стрельнет серебро там до 60 долларов, то вы уже купите тогда ее не по 32 доллара за унцию, а те монеты вы не по 12 долларов за унцию купите, а условно вы там купите те монеты по 20 долларов, и это вам тоже обойдется 20 долларов за унцию, и в сумме, когда вы продадите все монеты сразу, когда курс будет 60 долларов, то заработать можно будет еще гораздо больше, но это это уже правило инвестора, это уже совершенно другая история, но суть она применяется таким же образом и к монетам, вот такой необычный обзор, а также мысли, значит насчет молочных пятен, перспектива появления их них есть, но необходимо провести некую подготовку, чтобы их не было, то есть, их надо помыть, также я хочу найти капсулу, уложу монеты в капсулу, и пускай себе лежат, главное в хороших условиях, именно сухих, не влажных, и желательно в каком-то темном, замкнутом пространстве, чтобы не было никакого соприкосновения с воздухом и тому подобное, тогда с монетой по идее все должно быть в порядке, если вам был интересен такой обзор, подписывайтесь на канал и расскажу еще что-нибудь интересное, пишите свое мнение, комментарии, всем удачи, пока!